Ну а скачать игру на свой телефон, в который я играю, ты всегда можешь по моей ссылочке в описании. А также ты там найдешь мой промокод, за активацию которого ты получишь приятные бонусы на старте игры. Промокод работает на абсолютно всех серверах Блэк Раши. Ну а лично я играю на сервере White, где рекомендую тебе регистрировать свой аккаунт. Всем привет, любители криминала, и добро пожаловать на видосик, в котором я буду сегодня притворяться несуществующим другом разных игроков. Который якобы когда-то занял крупную сумму денег, и типа я не мог найти своего кента, чтобы вернуть ему бабки. Естественно, у меня в голове присутствует примерный план, как все это будет происходить, и я не просто так приехал на авторынок. Если что, кстати, я играю с твинк аккаунта, чтобы меня точно никто не узнавал и не был помехой для съемок данного ролика. Я планирую сейчас подбегать к разным челам и пытаться притвориться их давним другом, который занял их денег. О, Витек, здорово! Это ты? Привет! Это я, Колян! Ну я ХЗ. Помнишь меня? Сори, но я не помню. Да ты что, Витек, я у тебя еще 10 кака занимал! Слава богу, нашел тебя! А ты меня перепутал! Не у меня ты занимал! Блин, ну ты реально похож на моего кореша! Совпадение! Но этот Витек оказался у нас нормальным кентом, не стал придуряться, что он действительно мой друг, и не стал просить у меня долг 10 кака. Думаю, вам уже понятно, чем я примерно буду заниматься на протяжении всего этого видеоролика, но самое интересное будет тогда, когда я найду чела, который действительно скажет, что он мой друг. О, Леха, здорово! Это ты? Да! Я Колян! Наконец-то я тебя нашел! Ага! Помнишь меня? Как дела? Хорошо, что я тебя встретил! Помнишь, ты мне помог и занял 5 кака? Да! Я готов вернуть долг! Да! Голда банка, а то не хочу в бан, отдам тебе долг! У меня пенза нет! Стой тут, сейчас сниму деньги! Так, ребятки, максимально быстро передаю с основного аккаунта на свой твинк 10 миллионов, потому что, к сожалению, в этом вопросе я что-то не очень сильно подготовился, я не ожидал, что так быстро найду игрока, который согласится забрать свой долг. Так, надеюсь, этот Леха никуда не уехал и сейчас заберет свои бабки. Ну как свои? Не совсем его. Леха, выходи, я принес деньги! А у Лехи случился баг, а он не может выйти с своей тачки. Ща, админам напишу! Всю ситуацию спас вот этот вот чувак, который сказал, выгрузи тачку и загрузи заново. Так, я тебе возвращаю долг 5к, верно? Ага! Которые ты мне занимал неделю назад, верно? Не томи! Всё, я кинул ему трейд и сейчас в трейд ложу 5 миллионов рублей, с которыми мне придётся попрощаться. Спасибо, брат, что выручил! Да! Стой-ка! Ты не тот, Лёха! Да! Ну а теперь самое интересное. Прямо сейчас я ухожу в АФК и захожу на свой основной аккаунт с админкой. И прямо сейчас буду по полной пранковать этого Лёху. Добрый день, уважаемый игрок! Добрый! Вы подозреваетесь в покупке игровой валюты? Я говорю! Слушаю вас! Мне другой игрок кинул трейд и дал 5кк! Просто так? И сказал, ты не тот, кому он должен. Он сказал, что занимал у меня. Хотя нет, я сказал, сейчас верну. И он, видимо, вышел из игры. А зачем вы взяли у него 5кк, если вы ему не занимали? Он кинул, я подумал, подарок. Он же сказал, что долг вернуть хочет, а не подарить. Да! И что мне делать? Вы меня забаните! Ну что-что, думать в следующий раз, прежде чем брать чужие деньги? Верно! Не подумал! С другом поспорили, кто первые 3кк заработает. Я думал, это судьба. Ладно, это был пранк. 5кк остаются вам в качестве бонуса. Серьезно? Админы не должны врать! Да, но есть одно но. Если вы в следующий раз возьмете чужое, и это будет не пранк, то вам придется объяснять уже, как так вышло. Серьезно? Я могу 5кк оставить? Да? Спасибо! Ну и кстати, вы, ребятки, которые смотрите данный видос по ту сторону экрана, тоже всегда будьте внимательны. Ну что ж, давайте попробуем найти еще какого-нибудь игрока, который поведется на нашу ловочку и притворится моим другом. А я притворюсь его другом. Очень сильно хочу найти какого-нибудь игрока именно на авторынке низкого класса. О, Виталик, здорово! Это я, Колян! Ты кто? Какой? Ну, Колян, я у тебя еще занимал 4кк в долг. Помнишь? Хорошо, что я тебя нашел. Че помнишь? Меня помнишь? Хорошо, что я тебя нашел и могу вернуть. Давай, верни! Голод, едем! Через трейд или через бан? Трейд! Так, я возвращаю тебе 4кк, это долг, который ты мне занимал. Верно? Нет, ты занял. Ну да, я у тебя занял. Верно? Да! Ну что ж, кидаем трейд этому Виталику и передаем 4 миллиона рублей. Ребят, вот с первого раза все снимаю, практически сразу же нашел чувака, который сразу же захотел стать моим другом. Все, слава богу, отдал. Пока. Стой. А я точно у тебя занимал? Да, точно. А, ну так да ладно, пока. Ну что ж, ребятки, очередной любитель халявы найден. И давайте я не буду его сразу телепортировать к себе, а немножечко за ним прослежу. В данный момент он уже покупает себе новую тачку. Но не покупает, как минимум присматривает. Планирует уже потратить халявные денюжки. Ладно, что-то я начинаю подозревать, что он сейчас может ловнуться, поэтому давайте все-таки сразу же его телепортирую. Не буду за ним долго следить. Что? Добрый день, уважаемый игрок. Бан, да, здравствуйте. Вы подозреваетесь в покупке игровой валюты. В смысле? А как доказать, что не покупал? Игрок Никола Вест передал вам 4 миллиона рублей. Это за что? Он мне подарил. Прям подарил? Просто так 4 кака? Я не знаю, врать не буду. Ну как не знаете? Просто дал и убежал, ничего не сказал? Как доказать? А, вспомнил. Он сказал, что у меня что-то занимал. А он у вас занимал? Нет. А зачем вы тогда взяли чужие деньги? Я сам в ступоре был. Вы бы могли сказать, что вы ему ничего не занимали? Я честно не покупал вирт. Мок, может, тапните его? Или это вы ролик снимаете? Ну, кажется, он начинает догадываться. Вы ему сказали, что вы занимали ему и обманули его? Я ему не говорил. Он скинул и все. Он сказал, что возвращает вам долг, верно? Вы сказали, да, верно. Угу, страшно как-то. Ладно, это был социальный эксперимент. Деньги можете оставить себе. Да? Да? Ура! Спасибо! Вы лучше. Но в следующий раз, если вы возьмете чужое, и это буду не я, вас могут подставить и будут вопросы. Лучше не брать не свое. Извините, я просто не знал. Теперь знаете. Продолжение следует.